Мы с сестрой Таней росли в деревне. У родителей был свой дом, а у бабушки с дедушкой свой на другом краю села, ближе к лесу. Вот там мы и любили проводить время. У бабушки было раздолье, спи сколько хочешь, есть не заставляли и гулять со сверстниками можно было сколько угодно. Родители работали на ферме, отец на тракторе, а мать дояркой, поэтому они были рады, что мы всегда под присмотром. Лес для нас был вообще как дом родной. Все тропинки и дорожки были схожены, все кусты и овраги проверены. В один из дней мы с Танькой нашли во дворе черного птенца. За ним уже наблюдала наша кошка Муся. Она не прочь была слопать бедную птичку. Мы с сестрой подобрали птенца. Это оказался вороненок с перебитым крылом. Так нам сказал ветеринар на маминой ферме, куда мы тут же потащили бедную птицу. Птичку оставили у себя, так как на воле она бы быстро стала чьей-то добычей. Так мы стали выхаживать птенца. Бабушка, конечно, недовольно ворчала, а вот дед, наоборот, помог нам. Нашел в сарае старую просторную клетку. Туда и поселили нового жильца, чтобы кошка до него не добралась. Правда, через какое-то время у Муси родились котята, поэтому она потеряла всякий интерес к вороненку. Ей сейчас было не до птенца. Вырос вороненок довольно внушительных размеров. Отъелся, оперился и стал красавцем-вороном, совсем как на картинке. Крыло зажило, и он уже хорошо летал. Был он задирой еще тот, постоянно воевал с нашими кошками, пытался с ними драться. Видимо, не мог простить Муси, что она его когда-то чуть не съела. Постоянно воровал из ее миски еду и прятал в разных местах. Бабушка часто ругалась на него, периодически находя куски хлеба и мяса, закопанные в цветочных горшках. Но он на замечания не реагировал, а гордо отворачивался, делая вид, что все это его не касается. Поскольку он уже стал взрослой птицей, мы стали часто выпускать его на улицу. Он всегда возвращался и никогда далеко не улетал. Как-то раз, после очередной прогулки, ворон долго не возвращался. Мы очень переживали, выходили на улицу, звали его, пытались приманить чем-то вкусным. Но его не было, и у всех промелькнула мысль, что он адаптировался и вернулся в родные места. Но в этот раз он вернулся. Как-то вечером, сидя за большим столом, мы услышали настойчивый стук в стекло. Сразу сообразив, кто может так стучать, мы ринулись во двор. Ворон сидел на карнизе и деловито стучал в окно. Датьяна схватила птицу, понесла в дом и заперла в клетки. Пока заносила его в избу, то ругала. А он смотрел на нее такими глазами, как будто все понимал, извинялся за то, что заставил семью волноваться. Сестра всем объявила, что больше не выпустит его, потому что переживает, что он больше никогда не вернется. Дедушка стал ей объяснять, что со взрослой птицей не нужно так поступать. Пусть живет на воле и летает, где хочет. Но сестра уперлась, и все решили отложить решение этого вопроса до утра. На следующий день ворон вел себя очень тревожно, постоянно стучал своим массивным клювом по клетке и ходил по ней взад-вперед. Я не выдержал и, пока не видела сестра, выпустил ворона на волю. Он схватил со стола кусок колбасы и улетел прямо через окно. Так продолжалось две недели. Он прилетал поздно, а улетал рано. Почти ничего не ел, но воровал то колбасу со стола, то хлеб. Хотя раньше его эта еда не очень волновала. Мне стало интересно, куда он улетает, что его так притягивает. Даже подумал, что, может быть, он нашел себе пару или даже обзавелся семьей. Решил поделиться своими размышлениями с сестрой. Оказалось, что она тоже заметила необычное поведение нашего подопечного. Он даже перестал воевать с кошками, хотя раньше не упускал ни единой возможности, чтобы не задеть Мусю или стащить что-нибудь из ее миски. Мы решили с Танюшкой проследить за ним. Куда это он постоянно летает с едой в клюве? Точно у него где-то птенцы, решили мы. Не выдержав волнения, мы незаметно двинулись за ним. Оказалось, что он летал не так уже и далеко, всего лишь в несколько сотен метров от дома. На опушке леса возле дороги росли кустарники. Именно туда он и приземлился с куском хлеба в клюве. Подойдя ближе и раздвинув кусты, мы были ошарашены. Там, в куче всякого хлама, лежал щенок, по возрасту ему было месяца два. Значит, наш проказник мало того, что кормил бедное брошенное животное, так он ему еще и гнездо свил. Вот это да! Смеялись мы над этим заботливым папашей. Мы не знали, как он нашел щенка, но то, что он делал для малыша, нас очень тронуло. На этой дороге приезжие из города грибники часто оставляли свои машины, а сами уходили в лес за грибами. Кто-то попросту выкинул ненужное животное. Хорошо, что еще было лето и стояла теплая погода. Мы забрали щенка домой вместе с гнездом, который соорудил для него ворон. Он всю дорогу до дома нас сопровождал. Оказывается, наш питомец все это время заботился о щенке, как когда-то мы заботились о нем. Бабушка с дедом прямо ахнули, когда на пороге появилась пара внуков, в руках собака, а на плече ворон. Прямо какая-то пиратская шайка. Воскликнул дед. Бабушка стала разбирать гнездо, где нашла свой наперсток, а дед моток проволоки, который давно потерялся. Мы решили оставить щенка себе. Раз так решил ворон, что семейство наше должно пополняться и разрастаться, то пусть щенок живет с нами. Но мы ошибались. Вскоре наш любимец улетел насовсем, и больше мы его никогда не видели. В такие моменты становится очень тоскливо. Все равно, что вырастить ребенка, а затем выпустить его в новую жизнь. Расставание – это всегда маленькая смерть. Но он оставил нам взамен себя замечательную собачку, которая каждый раз поднимала вверх мордочку, когда видела в небе большую черную птицу. Ласка прожила с нами долгую счастливую жизнь до самой своей собачьей старости, а мы, глядя на нее, всегда вспоминали своего любимого ворона. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.